Водоросли хоть и называются зелеными, но споры содержат и красный пигмент. Считается, что жизнь на Земле зародилась в океане, хотя многие ученые предполагают, что это могло произойти быстрее в облаках. Дело в том, что небесное электричество, регулярно возникающее в облаках, могло быстрее сформировать аминокислоту, основу живого организма. В доказательство этой гипотезы ученые приводят пример планеты Венера. По многим характеристикам, современная Венера напоминает Землю миллионы лет назад. Сейчас поверхность Венеры слишком раскалена, но в верхних слоях атмосферы температура намного ниже, и жизнь там возможна. А недавно было обнаружено косвенное доказательство существования этой облачной жизни. Ученые обнаружили в облаках Венеры газфосфин. Дело в том, что на Земле он выделяется анаэробными бактериями. Это был первый случай обнаружения маркера в жизни на другой планете. Если верна эта гипотеза, то значит и на Земле жизнь могла возникнуть сначала в облаках. А потом вместе с каплями дождя эти первобытные микроорганизмы пролились в моря, океаны и на сушу. Подобная смелая гипотеза возникла совсем недавно. Но удивительное дело, на протяжении столетий влагу, падающую с неба, называли живой водой. И возможно для этого у наших предков были все основания.